Я не Кадыров, я не Даудов. У меня есть мозг, и он работает. Со мной вот эта вот тема не пройдет. Вы что? Да пусть мой прадед с того света вернется, пока ты в это поверишь. Это такая чеченская тема. Ты готов встретиться со мной один на один в Швеции и ответить за свои слова о мюритах? Я тебе в директ писал контакты, скидывал, почему не отвечаешь? Объясни, как и когда ты переехал с Польши. Это информация, которую я не буду в подробностях объяснять, так как здесь есть детали, которые не для публики. Вы должны понимать, что перемещение из Польши в третью страну является нарушением миграционного законодательства Польши. Соответственно, это тема, о которой в подробностях говорить я не могу. В целом, в общих чертах я могу сказать, что когда была угроза моей депортации из Польши в Россию, я принял решение покинуть Польшу и уехать в Швецию. Что я, собственно, и сделал. Как маршрут там и так далее, разумеется, я об этом говорить не могу. Просто я сел в машину, закрыл глаза, открыл глаза и был уже в Швеции. Тумсо, почему ты сказал, что в Чечне запрещают выходить на балкон? Это же явная ложь, написал Андрей Нечаев. Андрей Нечаев, еще раз повторяю для тебя, значит, это не ложь, я ничего от себя не придумал и вообще не имею такой привычки ничего от себя придумывать. Это был ролик, который был запощен на инстаграм-аккаунте ЧП Грозный. Это такой, ну я не знаю, можно ли его назвать, такой прокадыровский скорее инстаграм-аккаунт. Он обычно постит всевозможные такие прокадыровские вещи. И вот они запостили ролик, я его продемонстрирую тебе, тебе и всем зрителям. Эй, это полицейская машина, это у вас патриот с мигалками, с обозначениями. Он едет по двору и в громкоговоритель, он говорит, эй, люди, не стойте на балконе с детьми, заходите домой. И это выложено было у них на их инстаграм-аккаунте. Я это у себя запостил в телеграме, ой, у себя в сторисе, в инсте. И, соответственно, написал, что теперь на балкон нельзя выходить в Чечне в карантин. Так что я от себя ничего не придумывал. Они говорят не стоять на балконе с детьми, а ты говорил, что в Чечне вообще нельзя стоять на балконе. Чувствуешь разницу между одним случаем, когда сотрудник полиции попросил не стоять на балконе, а в Чечне людям запрещают выходить на балкон и загоняют их в квартиры. Нет, я не чувствую никакой разницы. Ты понимаешь, что ты разговариваешь не с идиотами, ты же говоришь с нормальными людьми. Как это понять, не стоять с детьми на балконе, а просто стоять можно? Подожди, это что значит? А тогда, получается, в Чечне запрещают стоять на балконе с детьми? А на каком основании с детьми там нельзя стоять? А с кошкой можно там стоять? А одному на балконе можно стоять? Что за детские какие-то отмазки? Вы вообще понимаете, что вы говорите с людьми анализирующими, нормально мыслящими? Я не Кадыров. Я не Даудов. У меня есть мозг. И он работает. Со мной вот эта вот тема не пройдет. Вы что, с детьми не стоять, а так стоять? Да и не говорит он там так. Я еще раз могу дать это прослушать. Давайте еще раз послушаем, как именно он говорит. Слушаем. Про детей он еще ни слова не сказал. Теперь слушаем дальше. Зайдите, говорит, со своими детьми с балкона. Он не говорит не стойте на балконе с детьми. Он говорит, эй люди, не стойте на балконе. А потом он говорит, зайдите вместе со своими детьми. Так что это дешевая отмазка не прошла. Мухаммад, он говорит завести детей с балкона. Ты о чем вообще говоришь? Если один раз так сказали, это везде по Чечне по-твоему? Ну вот это вот уже я не знаю. Но если официальная машина полиции едет по двору и говорит не конкретно одному балкону, а всем этим домам, он говорит, заходите с балкона, то я вот осмелюсь предположить, что да, это вот такая установка загонять людей с балкона, не давать им выходить на балконы. Я хочу поверить, очень хочу поверить, что это вот конкретно вот этот вот полицейский в этом уазике патриоте, который держал в руках этот громкоговоритель, что это именно он вот решил загонять людей с балкона. Но я не могу в это поверить, я не могу поверить, что в Чечне, где мир и порядок, где все под контролем, где никто не посмеет от себя, ну заниматься вот такой от себя чиной и приказывать людям заходить с балкона домой, я просто не могу поверить, что такое может произойти, что это не указание руководства. Ни разу не слышал, чтобы запрещали стоять на балконе, ты несешь бред. Это не я несу бред, это официальное видео на канале ЧП Грозный, прошу претензий туда. Это не я, этот бред несет полицейский. Вы так говорите, как будто бы это я сказал людям, заходи с балкона. В том числе, в Москве тоже жесткий карантин, и людям там тоже говорят из полицейских машин и задерживают жестко. В чем разница Чечни и Москвы? Ощущение, что ты пытаешься своими словами насолить Кадырову. Насчет Москвы я, честно говоря, не соглашусь, что там настолько жесткий карантин. Конечно, в Москве тоже карантин, и там тоже людей забирают и пинают. И понятно, вы так говорите, как будто бы Тумсо ставит в пример Москву. Да, ради бога, и Москву тоже причислите к этой же теме. Просто меня Москва меньше волнует, гораздо меньше меня волнует. Москва, Хабаровск, Архангельск. Меня волнует Чечня, поэтому я говорю о Чечне. И не нужно мой фокус пытаться сместить на Москву или на Иркутск, или на Барселону. Мне неинтересно, что происходит там. Мне интересно то, что происходит в моей Чечне, на моей родине, с моим народом. А есть еще какое-нибудь видео, где загоняют с балконов? Есть или есть какой-нибудь текст хотя бы с призывом не стоять на балконах? Или есть какой-нибудь пост Винста насчет этого? Мне просто интересно, с чего ты взял, что не разрешают на балконах стоять? Твои подписчики сказали тебе, что не разрешают. Нет, чувак, не подписчики мне сказали. Смотри, официальный канал ЧП Грозный, он опубликовал это видео, где сотрудник полиции на полицейской машине с полицейскими опознавательными знаками, громкоговоритель, это говорит. Все, мне об этом никто не сказал, это не какая-то конфиденциальная информация, это не инсайдерские источники, нет. Это все официально, это никто не скрывает. Это сама кадыровская власть вот так открыто заявила, и это показала на своем же паблике. Поэтому вопросы не ко мне. А есть ли еще там где-нибудь что-нибудь? Я не знаю. Для чего эти вопросы? Откуда я знаю, где там еще что есть? Если еще будет в десяти местах, ты спросишь, а есть ли еще где-нибудь? Вот мне бы хотелось, чтобы в двадцати местах было, чтобы это было более убедительным. Да пусть мой прадед с того света вернется, пока ты в это поверишь. Это такая чеченская тема, это уархи да цауавил у нас говорят. Вот видишь ли. Ты готов встретиться со мной один на один в Швеции и ответить за свои слова о мюридах? Я тебе в директ писал, контакты скидывал, почему не отвечаешь? Ушу девуш. Ты знаешь, вот за слова о мюридах я в любое время готов ответить. Вот только по поводу встречаться и так далее. Здесь не все так просто встречаться я с тобой, конечно, не могу. Но если тебе есть что предъявить мне, ты можешь это сделать. Ты можешь меня опровергнуть. Записать так же, как и я, видео. Сказать, что тут, Тумсо, ты не прав. Ты говоришь неправильно. Я же так понимаю, ты же хочешь это сделать? Или ты хочешь причинить мне какой-то вред? Ты хочешь меня убить? Я надеюсь, ты же не это хочешь сделать. Если ты этого делать не хочешь, то тебе со мной встречаться смысла нет. Понимаешь? Если ты хочешь просто поговорить, то говорить можно. Включив камеру, ты можешь просто высказать свое несогласие со мной. И, быть может, твои аргументы будут более убедительны, чем мои. И люди последуют за тобой. Вполне возможно. Но это не... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»